Я вот что думал, я все еще не показал вам, как у нас там все в сыроварне обустроено, так что поехали покажем. Только сейчас свет включу и все будет хорошо видно. Если вкратце посмотреть, что у нас здесь сразу стоит. То есть справа от входа у нас небольшой шкафчик, здесь можно переодеться, вот в этом небольшом таком уголочке здесь. Также здесь несколько коробков стоит обычно, где мы храним тару, другая на улице в коробках, те что запечатаны. Здесь отдельно у нас стоит счетчик для того, чтобы знать сколько мы электроэнергии используем здесь на месте. Хотя мы просто потом отсчитываем от нашего общего, который идет на весь участок. Несколько автоматов для того, чтобы отдельно по частям переключать свет и включать их на светильники. Дальше по ходу у нас идут два холодильника. Этот идет двухкомпрессорный, поэтому сейчас верхняя часть выключена. Морозилка там просто для домашнего чего-то есть, потому что в доме только холодильник все не вмещает. Сейчас мы холодильник здесь выключили на время съемки, чтобы он не удел. А так то в середине недели в нем обычно почти ничего нету, потому что он заполняется под конец недели, когда мы готовим всю продукцию. Сейчас здесь просто стоит уже шевр, он на обдуве. После буквально уже под вечер я его вытянул и размещу просто на сеточку, где он будет храниться дальше. И два контейнера с кротеном. Сейчас его немного, ну по сути, потому что мы большинство козьего молока все равно перерабатываем на свежий продукт. И реально немного остается шевр для того, чтобы выпускать его под кротен. Так что, и почему так расположено, холодильник дует все сверху, здесь похладнее, здесь потеплее, поэтому я его вниз ставлю. Как раз хорошее местоположение. Сегодня как раз мы сделали генералочку, мы ее делаем где-то раз в месяц, так как мы здесь не очень много варим всего. Если мы здесь каждый день делали сыр, все, опять муха. Мухи, самое страшное, про дизайна. Дальше, если вы только вот, считайте, зашли, да, сбоку у нас небольшой стеллаж, он как бы разделяет двери от главной вот этой комнатушки. Здесь мы на нижнем этаже храним тару, здесь там бумага, сверху миски, которыми мы не сильно часто пользуемся. Вот такой небольшой стеллажер, кстати, он недорого обошелся. Пока мы, конечно, его собирали, он был такой страшный, китался, но когда собрали, то вполне неплохо работает. И немножко создает отдельную зону. Здесь у нас отдельный умывальник, в котором мы моем руки, дезинфицируем, вытираем, для того, чтобы можно было в те моменты, когда, ну, не обязательно на перчатках работать, то можно было быстренько в отдельном месте помыть руки и все. Вот, здесь отдельно для бумаги у нас хранится мусорка. Бумагу мы используем потом для того, чтобы вот в печке растапливать, именно, даже несмотря на то, что она влажная, она подходит нормально. Далее, это комнатка, где мы в основном занимаемся уже фасовкой и упаковкой. Имеем двойную мойку. Удобно, потому что, ну, удобно, что они большие, удобно, что их две, потому что можно параллельно здесь там мыть, здесь полоскать по-разному. Здесь также, кстати, здесь у нас стоит шевр со вчерашнего вечера. Я сегодня где-то, из-за того, что была уборка здесь, то я его с утра не раскинул, я его где-то днем раскину, но реально влиять на это не будет никак. Отдельно хранится, ах, вот это назад. Отдельно у нас стоят здесь автоматы на бойлер, чтобы, ну, можно было выключить его, выключить, выключить. Так как у нас по электричеству здесь света мало, реально включается, если бойлер, чайник, плита, сейчас я тоже покажу, то начинаем все проседать, поэтому некоторые вещи нужно выключать. И отдельно здесь стоит посудомоечка старенькая Bosch, ну, она хорошо справляется с тарой, эта тара была помыта после рынка уже, и она здесь просто стоит приоткрытая. И потом уже перед использованием, то мы используем активно чайнички, кипяточек, всю эту тару даем кипятком перед тем, как туда что-либо фасуем. В этом плюс использования именно стеклянной тарой, потому что если пластик, вы набираете когда-то ботичку горячую, то намного баночек плавится. Вот такое. Здесь инструментарий, всякие инструменты, которыми мы пользуемся. Опять же, когда мы в моменте начинаем им пользоваться, мы тоже все одинки цыруем сразу кипятком, поэтому не обязательно использовать какие-то там химические растворы. И снова-таки, это возможно на нашем небольшом объеме. Здесь, а, и удобное очень изобретение, ну, не изобретение, инструмент, который мы имеем. Это вот стол отвлежной, когда нам нужно здесь работать как-то по-другому, мы его подвинули, и его можно зафиксировать на стопах, и отменно, хорошо, удобно работать. И здесь под столом мы делали под заказ как раз такой высоты, чтобы сюда можно было поместить вот два ящика разной высоты. И мы в них храним разные вещи. Здесь, например, хранятся ткани, на которых мы отбрасываем, там полотенца есть, они бывают. Здесь всякие химия хранится. Отдельно все под крышками. Здесь хранятся крышки для тары, для стеклотары нашей. Здесь, а, здесь соль. Я думаю, что он тяжелый такой. Здесь хранится соль. Здесь у нас упаковочная бумага, наклейки всякие, то, что мы клеим на банке. И не только. И здесь у нас хранятся специи, какаоса, орехи, те, которые мы используем для сыров, для десертов и так далее. То, что не нуждается в холодильнике. Удобно. Можно было бы, конечно, сделать это все в нержавеющем исполнении, но немного оно здорово получилось. С ящиками удобнее. Потому что ящик можно вытянуть, поменять или вообще предназначение этого слова поменять. И мы сделали наклеечки, немножко отклеиваются. Ну, если что, можно время и времени менять, для того, чтобы, когда стол подвигаем под стенку, то не было удара во стенку. Да. Вот так удобно. И во второй комнате, что мы имеем, значит, сразу заходим вот здесь над печкой. У нас штучка, где мы сушим наши ткани после того, как мы там сыры отбрасывали, йогурты и так далее. Печурку здесь мы не топим, но она там, когда мы делаем сыр, она его прогревается. А здесь мы отдельно отхраним нашу лиру для сыра. Хорошее местечко. Вот. Тоже перед использованием я ее промываю, кипятком вам даю. То есть и после использования, и перед использованием. Здесь холодильничек на нем пока что, так как у нас нет пола, он полочкой немного служит. Всякие там формы и сутки. Этот холодильник тоже только что выключил. Значит, в нем у нас хранится что? Закваски для йогурта. Единственные закваски, которые мы возим, все тоже йогуртные. Два разных вида. Здесь всякие мелочи. Немного кротена осталось. Это шевр вчера делали. И мягкий козий сыр, который я буду отправлять и сделать из него плесневый. И немного сыра, который остался от производства. Там десертов осталось с рынка. Это мы будем доедать. Йогурт остался. Немного там джемов, которые мы делаем, но йогурты. И закваска. Не, закваска и фермент, на котором мы делаем сыр. Вот. Столка с ящиками, которые мы используем для того, чтобы транспортировать все. И купить для нее тележку удобно. Потому что нам нужно ее так аккуратненько подогнать в холодильник. И все, ну, с холодильника сразу сюда, и потом дверя на выгрузку. Значит, это такое странное сооружение. Это мы здесь, здесь была столешница. Мы ее просто отрезали. И если вернуться обратно, да, вот заметить. Здесь она слишком закреплена, ну, без ножек. Она просто, если ниже опуститься, увидеть можно, как она закреплена просто на рейках и потом герметиком затянута. И таким же образом, и таким же образом и с той стороны. Так что, именно поэтому она была отрезана. Сейчас она так. Используем ее в других целях, а потом добавим. Стол, кстати, наконец-то мы на прошлой неделе получили на стол. Он сделан так, что столешница сделана отдельно от ног. И, соответственно, ее нужно поднимать и пускать. Вот. Снизу немного бочек, они у которых мы молоко транспортируем. И еще несколько бочек у нас вот там хранятся. Здесь у нас, вы помните, вытяжка. Это здесь стекает конденсат. Когда здесь мы рикотту особенно варим, очень много конденсата отходит. Здесь тоже, пока что полок нет. Ухранятся кастрюли и формы. Формы еще раз. Крышки висят для нашего котла большого. И в уголку вот здесь еще стоит плита, на которой мы там догреваем. Некоторые нюансы делаем. И сейчас здесь, что здесь находится. Здесь мы делаем йогурт. Кстати, то, как я показывал, у нас отдельной йогуртницы нет. Одно, так как мы расходимся целый день. То я все просто набираю воды. И ее там каждый час где-то подогреваю. Для того, чтобы поддержать температуру 42 градуса. И мы делаем два йогурта из козьего молока. Которые мы будем потом использовать как йогурты. Для закваски, крем-сыра и десерта. Которые будем делать в среду и в четверг. На этом все. Если было интересно, ставьте лайк. Делитесь с друзьями. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok